Александр I Александр I – один из самых противоречивых, самых в то же время интересных для историка фигур отечественной истории. Он родился в 1777 году и внезапно скончался в Таганроге в 1825 году. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Александр I был сыном императора Павла и его супруги императрицы Марии Федоровны. Павел был человеком в высшей степени противоречивым и тяжелым для общения. Дело в том, что Павел не понимал некоторых простых вещей, которые для правителя, особенно для правителя России, совершенно необходимо понимать. В частности, Павел не понимал того, что нельзя ссориться с правящим классом. Что монарх, который кажется всесильным, который кажется абсолютной властью, но он очень зависим. Он зависим от своего окружения, он зависим от гвардии. И вот Павел, как ребенок, он не понимал этого. Он думал, что все, что он говорит, все тут же будет исполнено, и никто не посмеет ему противоречить. Откуда у него такой, я бы сказал, был детский подход к этому? Дело в том, что его не готовили к власти. Екатерина подозрительно относилась к Павлу. Екатерине все время казалось, что он готовит какой-то заговор, переворот, поэтому она старалась держать его как можно дальше, подальше от дворца, подальше от политики. Более того, она все время старалась показать, что он какой-то совершенно, так сказать, ненормальный человек. Ему нельзя допускать до трона. В этой обстановке все-таки сложилась ситуация так, что он стал императором. Екатерина не успела подписать указ о том, что она оставляет трон своему внуку Александру. И таким образом автоматически стал править Павел. Павел был на троне с 1796 по 11 марта 1801 года. И вот беда его состояла в том, что он вступил в конфликт с правящим классом. И, как я уже сказал, он не понимал, что этот конфликт может плохо кончиться. Дворцовые перевороты в России были до смешного легки, потому что речь шла только о том, чтобы передать власть из рук одной кучки дворян в руки другой. Во главе этого заговора стояло несколько крупных армейских фигур. В частности, военный губернатор Петербурга, граф Палин, командир преображенского полка, полковник Талызин, князь Урусов. Одним словом, цвет русской аристократии пришел к выводу, что Павла надо брать. Но возник вопрос. Хорошо, мы уберем Павла, но тогда на следующий день станет автоматически его сын, и нас всех повесят. Значит, заговорщики должны были каким-то образом убедить Александра присоединиться к заговору. Это было нелегко сделать, потому что фактически это означало, что он соглашается убить своего отца. И хотя Александр боялся Павла и, кажется, не любил его, но все равно какие-то человеческие чувства, а тем более у молодого человека, которому всего 23 года, который имеет такое гуманистическое воспитание, которое дала ему бабушка Екатерина, известно, что она нанимала ему лучших учителей, в том числе знаменитого Лагарпа. И вот вдруг такому человеку, которому воспитание дало самые высокие понятия, вдруг ему предлагают убить своего отца. Это было, конечно, для него драмой, но граф Палин попросил Павла подписать указ об аресте Александра. Якобы сказал Палин, я раскрыл заговор, и в этом заговоре состоит сам Александр с целью свергнуть Павла с престола, и Павел, поверив этому, подписал указ об аресте Александра, заточение его в крепость. И вот с этим указом, подписанным Павлом, Палин тут же помчался к Александру и сказал ему, что вот, до чего мы, так сказать, дошли, вот приказ о вашем аресте. Павел хочет повторить историю с царевичем Алексеем Петром Великим. Указ уже готов, крепость вас ожидает. Вы должны либо дать согласие на его устранение от власти, либо вот вас ожидает крепость со всеми последствиями. Ну и после этого, конечно, Александр сказал, хорошо, я согласен, но только, пожалуйста, не убивайте моего отца. Палин сказал, что конечно, о чем речь, ни на что. И помчался к заговорщикам, которые были на квартире у Талызина, у полковника Преображенского полка, и там заговорщики спросили его, ну что. Он пересказал им все эти разговоры, и они сказали ему, что мы можем убить Павла, или это нельзя сделать. Ну и Палин произнес известную фразу, он сказал, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Короче говоря, вот таким образом все шло, и в конце концов заговорщики ворвались в Михайловский замок. Павел не успел спрятаться, вернее он спрятался, но они его нашли у него в спальне, и он был задушен. По одним версиям его задушили шелковым шарфом офицерским, по другим золотой табакеркой в висок. Так или иначе все свершилось, и Палин отправился к Александру. Александр сидел и плакал, и Палин ему сказал, перестаньте хныкать, ступайте царствовать. Вот такие все хрестоматийные, так сказать, воспоминания. И вот так трагически началось это правление. И, конечно, Александр постоянно держал в памяти свои две вещи. С одной стороны, то, что он грех совершил великий, не говоря о убийстве отца, он не санкционировал, но, по крайней мере, не предотвратил, хотя мог бы предотвратить. Ну, а с другой стороны, что переворот может повториться. И поэтому, когда, став уже императором, Александр проводил свои реформы, свои какие-то решения, он постоянно как бы оглядывался на то, что может случиться, и не кончится ли это плохо для него. Он был человеком очень осторожным, очень хитрым, лукавым, но эта жизнь заставила его быть таким. Вот, собственно говоря, как начиналось правление Александра I. Ну, а дальше мы видим, собственно говоря, несколько раз изменившуюся политику. Его политика была разной в разные периоды. И разным его, видимо, было ощущение власти своей. Первый период царствования Александра, как обычно говорят, это период, когда он окружил себя молодыми друзьями, кружок молодых друзей Александра. Строганов, Черторижский, Кочубей, Новосельцев. Ему нужны были советники. Он не знал, как управляться, управляться с огромным государством. И он хотел сделать что-то доброе. Он хотел отменить крепостное право. Он понимал, что перед ним стоит три проблемы, которые он может решить, а может и не решить. Это крепостное право, парламент и конституция. И вот этот кружок молодых друзей вырабатывает несколько, ну, как мы бы сказали, либеральных законов. Но законов, которые не решали этих радикальных проблем. Ну, например, вместо парламента был создан Государственный совет, который был законосовещательным органом. То есть он не решал, не устанавливал законы, а только докладывал императору свое мнение. Вместо отмены крепостного права был издан закон о вольных хлебопашцах. То есть там говорилось, что помещики, если они хотят, могут освобождать своих крестьян за выкуп, и эти крестьяне переходят в новые сословия вольных хлебопашцев. Конституция. Александр не дал России конституции, хотя много говорил об этом. Он дал конституцию Польше. И наши либералы возмущались, что как же так, он дал конституцию Польше. Но это было связано уже с наполеоновскими войнами, с положением Польши на международной, так сказать, арене. Так что Александр видел, какие проблемы нужно решать. Но как их решать, он не вполне понимал. Таким образом, вокруг Александра формируется группа молодых людей, которые настроены либерально, и которые помогают ему разрабатывать проекты либеральных реформ. Но, конечно, эти либеральные реформы были очень незначительными. Ну, например, ослабело крепостное право. Но ослабело не в том смысле, что оно было отменено, а в том смысле, что, например, запрещено было печатать в газетах объявления о продаже крепостных по одному человеку в розницу, так сказать. Считалось, что это уже совсем неприлично. Ну и, конечно, вот закон о вольных хлебопашцах, который позволял дворянам освобождать крестьян, если сами дворяне этого хотят. Известно, что только 50 тысяч при огромном количестве крестьян, только 50 тысяч крестьян переведены были их хозяевами на положение вольных хлебопашцев. Вот эта совместная работа с группой молодых людей продолжалась примерно до 1805 года. В 1805 году Александр увлекается внешней политикой. Ему кажется, что в Европе происходят какие-то страшные потрясения, и он не может не принять участие в этом. Россия заключает союз с Австрией. И в 1805 году Россия и Австрия сталкиваются с наполеоновскими войсками в знаменитой битве под Аустерлиц. Аустерлиц – это поражение, это черная страница в истории русской армии. Затем следующая его война – это 806-807 год. Россия заключает союз с Пруссией, опять-таки для борьбы против Наполеона. И опять неудача, опять неудача. Поражение под Фридландом, поражение под прессией Шейлау. И, наконец, убедившись в том, что он слабее Наполеона, что с Наполеона ему не одолеть, Александр начинает знаменитые переговоры в Тильзите. Ну и результатом стал Тильзитский мир. Тильзитский мир, который заставлял Россию присоединиться к континентальной блокаде. То есть запрещал торговать с Англией, потому что для Наполеона самый страшный враг – это была Англия. Это был позор, потому что Наполеон продиктовал нам условия. И вот, вернувшись к себе в Петербург с такими неприятными, так сказать, воспоминаниями, Александр, конечно, начинает лавировать. Он начинает искать компромисса. Он понимает, что ему нужно показать русскому дворянству, что он не предал его интересы, что он по-прежнему, так сказать, смотрит на все с точки зрения интересов русского дворянства. И для того, чтобы найти этот компромисс, он создает систему своего рода маятника. То есть он выдвигает двух людей, прямо противоположных политическими взглядами и вообще по отношениям к ним русского общества. Один из них был Михаил Михайлович Спиранский, который был известный либерал, который проекты либеральных реформ подготавливал для Александра. А другой – это Алексей Андреевич Аракчеев. Аракчеев действительно был без лести предан не только Александру Первому, но и его отцу Павлу. Собственно говоря, свою карьеру он начал в Гатчине, будучи майором гатчинских войск и специалистом по артиллерии. И вот, когда он стал военным министром, он действительно подтянул русскую артиллерию и поднял его до такого состояния, что она могла вполне конкурировать с наполеоновской артиллерией, что и показали последующие сражения. Но международная обстановка становилась все более и более напряженной. Ясно было, что дело идет к войне между Россией и Наполеоном. И ясно было, что эта война будет решающей для судеб этих стран. И вот в этой ситуации Александр решил сделать какой-то шаг, который обеспечил бы ему поддержку российского дворянства. Причем большинство дворянства было, конечно, консервативно. Спиранского не любили, Спиранского боялись. Ходила молва, что Спиранский – это агент Наполеона, что он хочет разрушить наше самодержавие своими реформами для того, чтобы потом оккупировать вообще Россию и так далее. И вот надо сказать, что здесь Александр просто предал своего верного сотрудника, потому что в марте 1812 года он приказал арестовать Спиранского и отправить его в ссылку. И вот с этими новыми настроениями Александр сочетал ответственность. Как все Романовы, он чувствовал огромную ответственность перед Богом за свою страну. И эта ответственность проявлялась в частности в том, что он считал своим долгом как можно больше ездить по России, лично проверять, как работает администрация, как работают какие-то институты. И вот во время одной из таких поездок по южным городам России он приехал в Таганрог. В Таганроге он неожиданно тяжело заболел и скоропостижно скончался. Это произошло в ноябре 1825 года.